Чёткие расчёты, новые технологии. Соперники на площадке, студенты из Коврова и Гусь-Хрустального. Они соревнуются в компетенции «Аддитивное производство». Это особая технология создания изделий. Сейчас ребята выполняют модуль по оцифровке объектов. То есть они с помощью 3D-сканера получают некое облако точек, из которых затем, впоследствии, мы можем восстановить геометрию этой детали, либо её можем как-то дополнить. Это полезно, например, когда у нас с вами на предприятиях нет возможности купить какую-то сломанную деталь, например, для старого станка. Всё начинается с идеи. Модель детали рисуют с помощью специальной программы. Затем её отправляют на 3D-печать методом лазерного плавления. Технология позволяет создавать точные детали для установок и неразборных цельных конструкций. Процесс сложный, но завораживающий. Илья Завалов сконструировал реальную модель крепления. Её используют для жалюзи. Эту модель я потратил около двух часов, так как не получались некоторые вещи. В общем, пришлось немножко постараться, чтобы убирать лишние шумы и ненужные объекты. В этой мастерской изучают разработки, а в соседней внимательно тестируют и корректируют программный код. Здесь студенты соревнуются в компетенции мехатроника. Они собирают модель реальной конвейерной линии. Задания ребята получают на площадке. Оно проходит два дня. У нас участвуют шесть команд из трёх колледжей. Задания в первый день проходят в пять часов, в второй день в восемь часов. Дмитрий Сочнев – студент Гусевского стекольного колледжа. Он создал автоматизированную линию для производства печенья. То есть тут уже определяется, какое именно печенье. Допустим, песочное или не песочное. Дмитрий впервые участвует в региональном чемпионате молодые профессионалы WorldSkills России. Он учится на третьем курсе и хочет попасть в финал. Говорит, эта компетенция – самая интересная причина, её масштаб. По большей части это используется на заводах. Не на всех, конечно, но на многих. Мехатроника, потому что очень полезная. С помощью языка программирования делаешь такие невозможные вещи. Конкурсанты выполняют задания в современных мастерских, а оценивают их эксперты по мировым стандартам. Для участников научное соревнование – одно из важнейших событий в начинающейся карьере. Наталья Забнина и Вячеслав Сноровкин.